Здравствуйте, уважаемые трейдеры! В этом видео мы обсудим одно из самых ожидаемых событий на финансовых рынках, которым является публикация так называемых Non-Farm Pay Roads. По-другому этот показатель называют еще изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Как становится понятно из названия, этот отчет характеризует состояние американского рынка труда, что в свою очередь влияет на политику ФРС в качестве регулятора. Общее число занятых в несельскохозяйственном секторе составляет около 80% рабочих от числа тех, кто производит весь объем валового внутреннего продукта Соединенных Штатов. Учитывая, что сельское хозяйство не является основной специализацией американской экономики, куда важнее учитывать тенденции занятости в остальных сферах, среди которых выделяется финансовый и производственный сектор. Поэтому инвесторы крайне пристально наблюдают за динамикой показателя Non-Farm Pay Roads. Данный отчет публикуется в начале каждого месяца, обычно в первую пятницу, и может становиться началом для трендов последующих недель. Почему же трейдеры с таким терпением ожидают публикации именно этой части отчета по занятости? Попросту было замечено, что сразу после этой новости наблюдается очень высокая волатильность относительно обычного состояния рынка по основным валютным парам. И если мы откроем график пары EURUSD за 7 октября, когда были озвучены данные Non-Farm Pay Roads, то увидим свечи, размер которых превышает в несколько раз средний размер свечей, что является отличным подтверждением повышенных объемов торговли в этот момент, и позволяет использовать классические стратегии торговли на новостях, например, пробой важного уровня с помощью отложенных ордеров. Аналогичная ситуация происходила и по паре британский фунт-доллар, только волатильность по этому инструменту была еще большей, учитывая специфику данной валютной пары. Если мы посмотрим динамику данного показателя за последние годы, то увидим, что после проблем в экономике кризисного 2008 года, начиная с 2011 года, происходит период восстановления, когда в экономике стабильно растет количество занятых в несельскохозяйственном секторе, что является позитивным сигналом для американского доллара, укрепление которого происходит и к настоящему моменту. Подводя итог данному видео, хотелось бы еще раз напомнить, что каждую первую пятницу месяца появляется отличная возможность для торговли по причине повышенной волатильности на новостях о занятости в США. Также благодаря этой информации можно прогнозировать тренды на ближайшие недели и составить определенное представление о рынке. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!